Самостоятельно найти работу на каникулах не так-то просто. Первый и, казалось бы, самый очевидный способ – интернет-сайты в поисках вакансий. Чаще всего подросткам предлагают расклеивать объявления или раздавать листовки. Никаких договоров работодатель, как правило, не заключает, поэтому ни о социальных гарантиях, ни о соблюдении трудового кодекса говорить не приходится. Поэтому надежнее пойти официальным путем, рассказывают эксперты. Например, воспользоваться возможностями городской целевой программы «Молодежь Самары» и обратиться в Молодежный центр «Самарский». Светлана Хорошева – студентка педагогического университета. В Молодежном центре «Самарский» решила пройти квалификационные курсы вожатых. Будучи еще подростком, она проводила каникулы в летних лагерях и теперь поедет туда в новом статусе. Благодаря данным курсам повысила свой уровень, узнала некоторые фишечки, которые хотелось бы применить в своей работе. Вот сегодня я, наконец-то, буду защищать свои знания и свою работу. Я могу работать в самых известных лагерях, таких как «Орленок», «Артек». Я хотела бы попробовать. Официальный договор в соответствии с трудовым кодексом – большой выбор организаций, стабильный заработок. В среднем за месяц можно получать от 7 до 12 тысяч рублей. Участвовать в программе трудоустройства могут подростки от 14 до 17 лет, временно или постоянно проживающие в Самаре. Списки работодателей, готовых предоставить рабочие места подросткам, аккумулируются в молодежном центре «Самарский». Это работа офисного характера, это работа помощником специалиста, где ребята работают с документами, с архивом, ксеркопируют, тиражируют документы. И второй блок – это, скажем так, более активная работа, это либо на улице в должности помощника-садовника, уборщика территории, пособный рабочий, либо у нас есть такое направление, как называется помощник вожатого. В центре готовы обеспечить работой всех обратившихся, но чем раньше заявиться, тем больший выбор специальностей и организаций будет у соискателя. Для трудоустройства нужно заранее собрать все необходимые документы. Копия паспорта с НИЛС, документы в образовании, либо это справка с места учебы, также необходима медицинская справка формы 086У, она так и называется для абитуриентов, поступающих на работу впервые. Так как наше учреждение работает в сфере организации отдыха, занятости, то есть работать с детьми, необходимо предоставить справочку об отсутствии судимости. Ну и необходимо предоставить реквизиты, карты для перевода денежных средств, то есть для перевода зарплаты за отработанный период. Основная цель муниципальной программы «Молодежь Самары» – создание условий и возможностей для эффективной самореализации и успешной социализации молодежи, для развития ее потенциала, в том числе творческого. Первоочередное право трудоустройства имеют подростки, находившиеся в трудной жизненной ситуации или состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.